Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорьев, это канал Футбол, это жизнь. Итак, мы продолжаем нашу карьеру за Ювендус. Сегодня у нас два матча. Матч в чемпионате, который уже практически ничего не решает. Мы и так уже чемпионы Италии. И также будет интереснейший матч в Лиге Чемпионов. Это ответный матч домашний для нас против Баварии. Первый закончился в гостях у нас со счетом 5-4. Много забили мы в гостях, так что для нас это в плюс. Ну что же, против Болони у меня вот выйдет второй состав. Заменим мы только Хеведеса, потому что он травмирован. И все. Также я говорил, что посмотрим на Алисона во втором составе. Сегодня матч против Болони и также на счетный против Баварии. Ну что же, Ювентус-Болони. Поехали. Ну что же, готовится Федерико Бернардески. Это игрок сборной Италии. Он готовится к будущему чемпионату мира. Он очень перспективный игрок. Ну и посмотрим, как сегодня Ювентус отыграет два домашних матча. Первый против Болони, второй против Баварии. Ну что же, выставим сейчас тактики. Поехали. Бежать, бежать, бежать. Веранчук. Мяч немножко тут срезался. Снова вот идут всякие отскоки. Дай бог, он сейчас голу приведет. Да, все-таки отскоки сработали. Все просто отлетало на ногу. Но сейчас ей интереснее будет отыгрываться. Ну-ка, на второй. А вот со второй попытки все-таки уже Федерико Бернардески забивает. И сравнивает счет. Гол в раздевалку. 45-я минута. Две минуты еще нам играть в первом тайме. Все-таки со второй попытки правда хорошо получилось. Так голкипер уже не смог отбить. Десятый гол. И это пенальти все-таки должно быть. Потому что срубили Манджукича. Да, это удаление. По ногам очень часто стали играть. Ну и теперь Марио Манджукич. И отлично. По центру спокойно забивает Марио Манджукич. 2-1. Ювентус уходит вперед. За грубую игру Болонии они получили. По ногам очень часто стали бить игроки Болонии во втором тайме. Ну и спокойно здесь забивает Марио Манджукич. 26 уже забитых мячей. А вот такой пас не ожидали. Игроки Болонии и все. Бернардески забивает дубль. Игроки защиты уже пошли, наверное, в нападение. Потому что нужно было им рисковать. Ну и вот так вот зону они проспали. Ну и голевая от Бентактура. Но все-таки победа 3-1. Один гол мы быстро пропустили. Но смогли все-таки уже отыграться. Там и удаление было у Болонии. Ну что ж, проведем сейчас тренировку. Ну что ж, ответный матч против Баварии. Выходим мы первым составом. Игра очень была красочная. В первом матче, в гостях. Дешиле хотят взять в Бенфику, в аренду. Но пока что это наш запасной игрок. Ну и вот уже к чемпионату мира готовят. До 22 мая нужно подать заявку. Но там мы это уже все и решим попозже. Пока что нам нужно обыгрывать Баварию. Ну и выходить в финал Лиги Чемпионов. Вот этим составом будем играть. Ну и посмотрим, кстати, на счастье на воротах. Поехали. Ну и что же, вот он Паула Дибала. На него все надежды. Хотя там и Кришчан Роналдо забил 3 мяча в первом матче. Ну вот он и Роберт Ливандос, который забил дубль. Против Ювентуса. У Ювентуса теперь только остались шансы на Лигу Чемпионов. В чемпионат они уже выиграли. Но из Кубки Италии они, к сожалению, уже вылетели. Но Требел они, к сожалению, в этом сезоне не возьмут. Ну что же, Бавария с мячом. Поехали. И отлично Бейл проходит Алабу. Бейл. И Дуглас Коста забивает он второй уже мяч в ворота Баварии за два матча. Сейчас он именно игрок Баварии, но играет за Ювентус в аренде. Ну и Ювентус здесь не забирает этого игрока. Хорошо здесь еще и под левую подстроился. Забивает свой шестой уже мяч. А счет, между прочим, 6-4. И вот так вот. И в Матьюди очень хороший удар. Я думал, что все-таки Кристиана получит забить. Ну вот он. Блейз Матьюди. Забивает. Делает счет 7-4. Сейчас нужно забивать Баварии 4 мяча. И только после этого они выйдут в финал. Но времени остается уже очень мало. Отдает на Дебалу. Ну и все-таки приятно, конечно, это получить. Отдебал и голевую передачу. Не пожадничал он. И забил Кристиана Роналду. 3-0. 8-4 счет. Теперь нужно забивать Баварии 5 мячей. Остается уже 15 минут до конца. Вынос идет. И вот так вот. И Кристиану Роналду. Ошибка Матса Хюмельса. И дубль забивает португалец. Ну и все. Мы уже приветствуем Ювентус в финале Лиги Чемпионов. Остается у нас полторы минуты до окончания основного времени. 9-4 счет в общей сумме. Левой ногой отобрал Кристиану. И вот так вот еще и издевательски над Нойером поступил. Но гол красивый. Бавария становится командой, которая вылетает из Лиги Чемпионов. А Ювентус выходит в финал. Сейчас мы даже узнаем, с кем мы сыграем. Но 9-5 для полуфинала это очень много. Но обидно, конечно, что Бавария так просто сдалась. Пока что там Реал только обыграл Барселону 2-1 в первом матче. Посмотрим, с кем мы сыграем. Хотелось бы, наверное, все-таки с Лионелем Месси из Барселоны. В финал. Но посмотрим. Так же, если против Реала, нам это легче будет. Там нет ни Роналду, ни Бейла. Мы их купили. Получили 7,5 миллионов за выход в финал. Ну и давайте посмотрим во встречах. Как там все-таки. Нет, Мадридский Реал все-таки будет в финале. Поэтому Крещано Роналду встречается против своей бывшей команды. Но в следующей серии у нас матч против Ромы. Тоже интересно. И против Интера. Вот так вот, два интересных матча. Дальше идет Хелла Сверона. И финал Лиги Чемпионов уже. Ну и дальше уже идет Чемпионат Мира. Кстати, давайте посмотрим на команды, которые сформировались уже на Чемпионате Мира. Бельгия, Россия, Греция, Чили. Здесь я бы, наверное, все-таки дал предпочтение бельгийцам и России. Дальше, наверное, Чили и на последнем Греция. Но может, кстати, и Чили с Россией строчками поменяться. Франция, Швеция, Мексика, Уругвай. Наверное, все-таки французы первая строчка. И дальше уругвайцы, мексиканцы и шведы будут. Вот так вот. Испания, Дания, Саудовская Аравия и Колумбия. Наверное, все-таки Испания, Дания, Колумбия и Саудовская Аравия. Но также здесь Дания или Колумбия будут бороться за выход. Бразилия, Турция, Уэльс и Китай. Бразилия, наверное. Ну и если будет Уэльс играть как против нас, тогда им гарантировано второе место. Но здесь будет, наверное, тоже борьба с Турцией. Китай, наверное, просто вылетит. А вот и наша группа. Италия, Польша, Ромыния и Коди Вуар. Польша. Это Роберт Ливандовский. Мы его выбили из полуфинала Лиги Чемпионов. Ну посмотрим. Здесь мы выходить должны. Группа несложная. Англия, Болгария, США и ЮАР. Англичане должны без проблем выходить. Я бы хотел США все-таки увидеть. Там есть много интересных игроков. Болгары и ЮАР. Вот так, наверное, должно закончиться. Германия, Финляндия, Австралия и Египет. Здесь, на самом деле, очень легкая группа для немцев. Ну и Мухаммед Салак должен здесь выходить вместе со сборной Египта. Дальше, наверное, австралийцы и финны. Но могут и австралийцы с египтянами все-таки бороться. Аргентина, Голландия, Швейцария, Камерун. Вот это самая, наверное, интересная для меня группа. Леонель Месси здесь. Здесь и Ариен Роббен. Здесь и Шакири. Здесь и сборная Самуэля ЭТО. Но все-таки, мне кажется, Аргентина займет вторую, наверное, строчку. С первой выйдет Голландия. Дальше Швейцария. И Камерун. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол. До свидания.